Всем привет! Это канал Сделано Харскими. Сегодня у нас с вами интересный маршрут, один из самых, наверное, популярных для тех, кто живет в Южно-Сахалинске. Проедем, получается, через Санту, населенный пункт Лесное. Там, не знаю, поедем дальше по побережью в сторону мыса Симао, не знаю. Но сегодня у нас, как минимум, будет интересный маршрут. Может быть, кто-то уже узнает этот горный хребет за Сантой. Дорога пока отгрейдерована вообще отличная, здоровская, классная. По ней классно ехать. Дальше посмотрим, что будет. Очень круто, что вот такие виды уже можно посмотреть вообще на любом автомобиле, пешком, либо на велосипеде. И дальше можно еще проехать. А сейчас будем травить резину, включать хабы, все как положено. Там небольшой перекусик, сэндвичи, все дела. Вот, еще будет пару, наверное, красивых вставочек. Там дальше мы проехали в водохранилище. Ну, в общем, вот все эти дела. Может, сейчас на Коптере полетаем, посмотрим. Поэтому давайте подписываемся, лайкаем, комментируем. И, наконец-то, сделаем этот маршрут. Одна из самых, наверное, распространенных ошибок новичков – это не включать хабы. Ребята, заранее включаем хабы. Это очень важно, потому что можно так в одной лужи в какой-нибудь залезть вот так, и хабы придется в грязи по локоти доставать. Я уже на этом обжегся, поэтому имейте в виду. Сейчас травим колесики, едем дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Тут у нас явно ремонтировали дорогу, потому что все вот эти ручьи я проезжал, как правило, по размоинам. И сейчас вот это все дело как-то облагораживается. Мы, кстати, по этому маршруту с Настей проезжали лет, наверное, 6 назад, на джимнике еще. Нам, кстати, попалось всего много интересного. Во-первых, нам попался медведь здесь, он переходил нам дорогу. А второй, здесь пробегал соболь прям по дереву. Вон деревья лежат, допустим, да? И вот по такому дереву пробежался как-то соболь при нас прям. И это было удивительно, что в таких как бы не так далеких местах от города, а уже дикий, прям дикий лес. Вот, тем не менее, дорога пока еще остается вполне себе удобоваримой. Ой! Да, иногда приходится прям в миллиметр-миллиметр проезжать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А здесь у нас прям луга, смотрите, Курильского бамбука. Просто целые поля. Особенность этой дороги, что среди леса начинается просто асфальт. Субтитры делал DimaTorzok 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 Такой очень красивый участок леса, мне такой очень нравится. Вот, поэтому давайте насладимся этими видами. Какие-то японские сооружения, явно. Укрепление берега и, соответственно, сама речка. Да, вот. Такое красивое тоже место очень. Это я от основной дороги чуть-чуть отъехал. И вот иду по такому бетонному сооружению и, соответственно, речка. Чтобы поддержать наш канал, лайкайте это видео, комментируйте, распространяйте, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Также можете помочь нам напрямую. Есть вся информация в описании к этому ролику. Если хотите посмотреть основные достопримечательности нашего края, можете это сделать вместе с нами. Ссылка на наш сайт в описании. Всем спасибо, не переключайтесь. Смотрите, мы на самом деле доехали до самого, наверное, интересного места. То есть мы проехали перевал, спустились в низину, проехали какое-то время, были лужи всякие и так далее. Никаких интересных с точки зрения геометрических сложностей не было. Впереди именно бездорожье начнется именно такое, грунтовое. То есть именно грязь. Грязь, глина, колея и так далее. Говорят, ребята, что достаточно сложно. Но есть объезд слева. Если кто-то хочет по лайту проехать, вот слева езжайте, левее держитесь. Имеется в виду дорогу. Вот. Там по полю можно объехать. Либо ехать по колее, но тогда берите правее, если вы поедете по сложному месту. Поэтому давайте не переключаемся. Будет сейчас самое интересное. Подписываемся, лайкайте, комментируйте. Давайте вперед, сделаем это наконец-то. Субтитры сделал DimaTorzok Вот наши друзья, соответственно, здесь ходят, бродят. В принципе, неудивительно. Места достаточно интересные такие. Ну вот они еще очередные, маленькие. Ну, кстати, Настя мне говорила, что здесь где-то в медвежонах, точнее, мамка с медвежатами гуляет. Ну, вот где-то да, здесь она и ходит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, я видите, сразу подготовился. Я короче трос лебедки вытянул. Вот. Поэтому все, в целом поездка доволен. Все, еду обратно. Чайки вон тусят на речке, почему-то. В общем, не знаю, войдет в этот ролик или нет, но вот я в Охотске уже, соответственно, вернулся. С поездочки. Все прошло классно. Я поехал в Охотск, не лесное, но за лесное туда, потому что времени было уже мало, а темно. Вот я вот только перекусил, уже видите, как темно стало. В Охотске я заодно накачал колеса, что удобно. Разогрел сэндвич, который купил еще в городе. Здесь я сейчас попил кофейку, сэндвичи и чуть-чуть сладенького, так скажем. Какие выводы хочется сделать? Ну, во-первых, тяжелую лужу я проезжал на спущенных колесах 08, на полном приводе, пониженной и блокировке. Поэтому, как бы, ехал на всем, чем можно, сразу причем. Вот, и из-за этого трос у меня тоже, я уже, он у меня был в салоне, чтобы если вдруг сразу его не разматывать, а сразу можно было его закидывать и лебедиться. То есть, ну, подготовился сразу. Там эти болотные сапоги там и так далее. Маршрут, на самом деле, простой. Единственное, я так, честно говоря, не понял, какой маршрут самый простой. Наверное, все-таки, который я изначально и выбрал. То есть, увидев все эти лужи, ехать вот прям тупо по лужам, которые вот такие большие все, и видно, что они на самом деле твердые. Вот. И вот со стороны поля вроде хорошая дорога, но потом она, когда возвращается на основную дорогу, она такая, с переменными успехами. То есть, там где-то, если чуть раньше повернуть, можно выехать на ту же самую дорогу, которую вот я ехал. Но смысла в этом как бы нет. Сразу можно ехать по основной дороге. Просто не надо вот эти лужи объезжать по объездам. Вот там начинается самое веселье. Я думаю, что по ролику вы это все поймете. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. На будущее ролики у нас будут выходить. Просто лето не сезон, потому что туристический сезон, и снимать некогда. Поэтому весна, осень, зима будут по-любому ролики. Не знаю, будет ли какой-то ролик полноценный с экспедициями куда-то далеко. В планах вообще есть ездить на Черемшанский водопад и на Вайду. Не знаю, получится, нет. Но постараемся. Не знаю, буду... Как раз это, кстати, будет такой значимый ролик, потому что он будет первый после замедления Ютуба. Посмотрим, как себя покажет Ютуб с этой точки зрения. То есть, если после замедления просмотры сильно не упадут, то, в принципе, буду также и на Ютубе выходить. Не знаю, пока не думал по поводу ВК, там, или Рутуба и так далее. На самом деле, не особо хочется. Все-таки начался Ютуба. У Ютуба очень классные алгоритмы. Вот, тем более, как бы, ну, это все. Поэтому пишите в комментариях, ждете ли вы там меня в ВКонтакте, может, Телеграме, или еще где-то какие-то, может, пожелания, что хотите посмотреть, что увидеть и так далее. В общем, всем пока, увидимся, подписывайтесь.